Добрый день, друзья! Сегодня вы узнаете историю строительства Троица Измайловского собора Санкт-Петербурга, о святынях, хранящихся в храме, о тайнах, связанных с ним. Прежде чем войти в собор, полюбуемся его зданием и увидим колонну воинской славы, выстроенную рядом с храмом. Памятник высотой 28 метров был сложен из стволов трофейных турецких пушек, захваченных у османской армии в русско-турецкой войне 1877-1878 года. По проекту архитектора Давида Ивановича Гримм составили колонну из пяти рядов, захваченных у врага артиллерийских орудий. Пьедестал высотой 6,5 метров в виде усеченной пирамиды на каждой стороне установлены бронзовые доски с описаниями основных событий войны и названиями воинских частей, принимавших в ней участие. Наверху колонны была установлена богиня Победы Ника с венком в руке. У колонны печальная судьба. В 1930 году ее снесли. Уже очень туркам не нравилось это позорное напоминание об их поражении и в целях налаживания советско-турецких отношений памятник воинской славы уничтожили, разобрав до основания. Пушки переплавили. Позднее на месте монумента установили бюст архитектора Стасова. Это по его проекту был построен Троице-Измайловский собор. В 21 веке колонну воссоздали, но уже не из трофейных орудий, а их копии, отлитых на Новолипецком металлургическом комбинате. Памятник выглядит впечатляюще и только любители истории знают, чем отличается новодел от оригинала. Первая колонна была трехцветной. Турецкие пушки были разного цвета. Стальные, медные и чугунные. Рядом с колонной и сегодня можно увидеть несколько трофейных турецких пушек в натуральную величину. Скорее всего, это тоже копии. Если кто-то знает достоверную информацию, поправьте меня. Украшают площадь перед храмом не только колонна славы и пушки, но и оригинальный фонарь, в том, которого собран из стволов трофейных пушек. Памятник Стасов далеко убирать не стали. Он установлен рядом с храмом, немного правее от колонны воинской славы. А сейчас обратим свой взгляд на собор. Его полное наименование Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка говорит о том, что храм строился как полковой для Измайловского пехотного полка Русской императорской гвардии. Храм не первый для этого воинского подразделения и не первое религиозное сооружение на этом месте. Еще во времена Петра I на этом месте стояла часовня. Деревянный храм полка, построенный здесь же, сильно пострадал во время наводнения 1824 года. Через 4 года заложили новый каменный храм. Строительство осуществлялось, наличные средства императора Николая I и казенные деньги. Всего было потрачено 3 миллиона рублей. Автор проекта – архитектор Василий Петрович Стасов. Строительство было непростым. В связи со сложным грунтом потребовалось вбивать свай почти в два раза больше запланированного. Да еще Николай I постоянно вешивался в процесс возведения храма, бесконечно требуя вносить изменения в проект. Скорее всего из-за этого в расчетах архитектора Стасова появилась ошибка, повлекшая за собой разрушение колонн, удерживающих купол. Стасова отстранили от работ и даже посадили на галквафту. Исправлять проект пришлось инженеру Петру Базену. Но когда купол водрузили на постамент, его сорвал шквалистый ветер. Долгих 7 лет ушло на строительство этого собора. И, наконец, в 1835 году его осветили. Храм является одним из самых монументальных, красивых и величественных северной столицы. Белоснежное здание возвышается сразу за фонтанкой. Его высота 80 метров и купола храма видны с расстояния 20 километров. Цвет пяти куполов выбран по цвету мундиров из майловского полка. Они усыпаны бронзовыми шестиконечными звездами и завершены золочеными крестами. Посады храма украшены шестиколонными портиками коринфского ордера. В верхней части стен по всему периметру проложен фигурный фрис. В нишах западного портала размещаются две фигуры ангелов. Несколько слов о колоколах собора. Их изготовили на знаменитой фирме купца Оловяшникова. Говорят, у них был какой-то особенный звон. После революции колокола с колокольней сбросили. Разбились все, кроме одного. Его передали в Болгарский музей колоколов. Сейчас в храме установлены новые современные колокола, которые отливали по внешнему виду как можно ближе к первоначальному. И, наконец, войдем в храм огромный и светлый. Его интерьер украшен коринфскими колоннами и пилястрами, покрытыми белым искусственным рамором. Стены и своды были расписаны художниками Тимофеем Медведевым и Алексеем Травиным. Иконостас полукруглый. Иконы писали вектор Академии художеств Шибуев, профессора Егоров-Иванов и академик Сазонов. Но Николай I остался недоволен работой мистит и художника и поручил выполнять новые иконы художнику-самоучке Николаю Майкову. В итоге в храме появились иконы и Майкова, и академика. Так как Троица Измайловский собор изначально строился как полковой храм, в нем немалое значение уделялось мемориальным свидетельствам о подвигах солдат и офицеров Измайловского полка. В 1836 году в стены храма были вмонтированы мраморные доски с именами погибших в битвах при Аустерлице, Фриланде, Бородиной и Кульпе. В отдельной витрине были выставлены ключи от Карца, Боязета и других городов с боем взятых русскими воинами. Были вывешены знамена сдавшихся турецких полков. Позднее в Свято-Троицкий Измайловский собор были переданы огромные иконы работы Тимофея Нейфа, которые первоначально писались для Исаакиевского собора. В храме находится самая старинная икона, которая вообще есть в петербургских православных храмах. Эта икона Святой Живоначальной Троицы. Она датируется 1406 годом и принадлежит новгородской школе. У иконы удивительная судьба. После революции она была изъята советскими властями и помещена в Третьяковскую галерею, а затем продана за рубеж в частную коллекцию. В начале 2000-х годов выкуплена на аукцион иклистис и принесена в дар собору президентам России. С марта 2001 года в соборе постоянно пребывает частица мощей Святой Блаженной Старицы Матроны Московской. Каждого пришедшего к ней небесная заступница благословляет и духовно укрепляет. Молодые люди перед бракосочетанием приходят к этой святыне храма святым мощам Петра и Февроны. Также в соборе пребывают частицы мощей трех святителей Василия Великого Григория Богослова Иоанна Златоуста. Святыня храма уникальный образ иконы святой Блаженной Ксении Петербургской. Именно эта работа кисти художника Ростислава Гирбеля стала первой написанной с прижизненного портрета Блаженной Старицы. В Троицком соборе есть два образа Николая Чудотворца икона святителя с житием и келейная икона святителя Николая ранее принадлежащая старцу Пскова Печерской Лавры Архимандриту Иоанну. И как напоминание о том, что храм строился как военный в соборе хранится порт Артурский образ. Который был написан после чудесного явления Царицы Небесной российским морякам во время Русско-японской войны в 1905 году. Самой любимой иконой среди прихожан собора является икона Скоропослушница. С ней связано множество чудес. Свято-Троицкий Измайловский собор стал любимым не только для воен он собрал и огромное число гражданских прихожан и знаменитых на зову Федора Михайловича Достоевского. Именно здесь он венчался с Анной Снаткиной своей верной спутницей жизни. Здесь отпевали Антона Григорьевича Рубинштейна композитора пианиста дирижера основателя и директора первой русской консерватории. В годы советской власти город чуть было не потерял эту жучусть. Сначала под видом революционных муфт скопившиеся в храме золото и серебро вывезли. Собор хотели взорвать, а на его месте построить кинотеатр, но народ поднял бунт. Здание осталось, но его, как и многие другие церкви, стали использовать в хозяйственных целях, а именно отдали театру Ленсовета для организации мастерской. В годы блокады здание использовали для хранения трупов умерших от голота ленинградцев, а в подвале устроили бомбоубежище. После войны в соборе находились склады. В эти годы собор утратил еще одну свою достопримечательность – паникадил. В XIX веке его изготовили мастера ювелирной фирмы Николаса Плинки, поставщика императорского двора. Было утрачено не только паникадил, но и абсолютно все архивные документы этой фирмы. Восстановить светильник удалось только благодаря нескольким чудом сохранившихся фотографиях. Так что современная паникадил – почти точная копия самого первого. Вернули храм Русской Православной Церкви в 1990 году и началось долгое восстановление. Работа предстояла колоссальная. Общие не передали лишь голые отсыревшие стены. Не обошлось и без происшествий. В 2006 году произошло возгорание на строительных лесах центрального купола. Вскоре огонь перекинулся на чердачные помещения. Началось обрушение горящих оконных переплеток внутрь здания. Пожар нанес собору колоссальный ущерб. Средства на восстановление храма выделили из бюджета города. Также были внесены пожертвования от Патриарха России и Папы Римского и прихожан всех церквей Санкт-Петербурга.